В данном видео я расскажу о Голдфарме с помощью рыбалки Dragonflight. Прежде чем начать, хочу пригласить всех в наше РМТ-сообщество в Дискорде. У нас вы сможете моментально продать свою голду в любой игре нашим скупщикам золота. В сообществе можно дешево купить WoW Dragonflight и таймкарты. Можно купить Discord Nitro, Spotify, YouTube Premium и любую игру из Steam, Epic Store и Origin. Также у нас в Дискорде и Telegram-канале можно почитать бесплатные гайды и статьи из РМТ-базы знаний. Ведется набор активных поставщиков золота в следующих играх. WoW, New World, Albion, EVE Online и PoE. Также ведется набор скупщиков по EVE и Albion Online. Предоставим бесплатную рекламу на большую аудиторию в течение одного месяца. На данный момент в Dragonflight все актуальные споты приносят сущие копейки. И чтобы фармить адекватное количество золота, нужно обязательно фармить окнами, чем не все могут заниматься. Фарм, о котором я вам расскажу, способен приносить вам адекватное количество золота даже в одно окно. Суть фарма заключается в бесконечном спавне акул. С них падает много зеленки, серого шмота, рецептов, а также монеток. Их можно обменять на другие полезные вещи, которые вы легко продадите на аукционе. Давайте я по порядку вам все объясню. Итак, начнем с требований для спота. Как вообще подготовить персонажа? В первую очередь, вам нужно иметь 70 уровень и хотя бы 350 уровень предметов. Все это легко достигается и не требует объяснений. Далее, вам нужно прокачать репутацию до 7 уровня с эскарскими клыкарами. Для того, чтобы у вас была возможность создать гарпун. Без него акулы не будут спавниться. Достаточно просто держать его в инвентаре. Чуть позже объясню, как его создать. Помимо гарпуна, вам нужна хорошая удочка. Ее можно создать в альдракене у НПС, который принимает заказанные предметы. Чем выше уровень удочки, тем больше внимательности она вам даст. А чем больше у вас внимательности, тем выше шанс выловить нужный предмет для спавна акул. Смотрите дальше, и я расскажу вам про механику спота. Когда вы создадите удочку, обязательно зачаруйте ее на внимательность, свитком с аукциона. А также закажите банки, хрустальный флакон внимательности. И последним этапом подготовки будет прокачка рыбалки до 100. Это нужно для того, чтобы шанс вызвать акулу был выше. Прокачать репутацию с искарскими клыкарами до 7 уровня очень просто. Сперва пройдите все возможные квесты в лазурном просторе с данной фракцией. Пройдите все локалки и ежедневные задания. После чего, если вам не будет хватать репутации, просто добейте ее сдачи рыбы. Советую все задания выполнять под двумя бафами. Один можно купить на аукционе. Это контракт с искарскими клыкарами. А второй баф можно получить в локации Запретный край. Чтобы быстро сдать много рыбы по квесту, воспользуйтесь макросом из описания под видео. Макрос подходит для одной рыбы – островная Дорадо. Все, что вам нужно, это закупиться этой рыбкой на аукционе. Подойти к НПСу и жать на макрос, пока не достигнете желаемого результата. НПС, принимающий рыбку – Кхури. Стоит возле речки в локации берега пробуждения. Возле него же стоят НПСы с ежедневными заданиями. Репутацию можно прокачивать с помощью зловещих раковин, которые можно выловить в любом водоеме. Использовать зловещие раковины можно только возле специальных тотемов, один из которых расположен в локации берега пробуждения. Подойдите к тотему и бросьте в воду раковины. Через несколько секунд заспавнится обычный или элитный моб, с которых можно получить немного различного лута или 50 репутаций. Фармить репу таким образом лучше в пати, так как мобов будет легче убить, а также у вас будет больше раковин. Скрафтить гарпун можно в деревне Искара у НПС Тавио. Вам потребуется три ингредиента. Один лежит на наковальне, второй можно добыть в лесу неподалеку, на радаре он отмечается рыболовным крючком, а третий ингредиент можно выбить с рарника. Вызвать его можно путем сбора трех предметов в данной точке. А если не хотите заморачиваться с крафтом собственного гарпуна, тогда просто купите его на аукционе. Подробное описание фарма. Спот расположен в локации Лазурный простор на тихом отдаленном островке по координатам 1.38. Ваша задача встать возле большого камня с левой стороны и рыбачить до тех пор, пока не достанете зловещую раковину. Как только вы ее поймаете, у вашего персонажа пойдет полоска коста. Пока она идет, повернитесь лицом на противоположный конец камня, чтобы заспавнить там акулу. Таким образом, все люди из ваших групп должны поймать как можно больше акул до тех пор, пока они не исчезнут. Акулы живут 5 минут, поэтому будьте внимательны. Как только вы заспавните 30-40 акул, вам нужно их разом всех убить до тех пор, пока они не уплыли. При нанесении урона акула может уплыть от вас в течение нескольких секунд, но у нее мало здоровья и ее легко убить, поэтому акул пропускать вы не будете. Убив всех призванных акул, все люди должны собрать с них лут. Когда вы будете поднимать с акул зловещие раковины, у вас опять пойдет полоска коста. Немедленно повернитесь в противоположную сторону камня, чтобы заспавнить акул в одном месте. То есть вначале спот нужно запустить через поимку зловещих раковин, а потом все, что вам нужно будет делать, это убивать акул, поднимать с них зловещие раковины и спавнить акул снова в одной точке, то слева, то справа от камня. С акул можно добыть много серого и зеленого шмота. Будет падать рыба, рецепты, карты новолуния, а также будут падать монетки от медной до золотой. Их можно обменять у жабы на ценные вещи. Жаба расположена в пещере в локации равнины Анары. В нее можно обменять монетки на более дорогие. А также она продает три мешка, из которых можно вытащить карты новолуния, все виды стихий, рецепты, зеленку и ценную рыбу. Я советую брать мешок за серебряные монеты, потому что с отрыгнутого мешка мало лута, а золотой мешок слишком дорого стоит. Вывод. Спот обладает большим потенциалом фарма. Чем больше людей с вами фармит, тем больше лута вы заработаете, потому что каждый человек будет спавнить акул. Минус фарма в том, что нужно собирать много людей, а это не всегда получается. Если вы хотите попробовать пофармить с нами, то заходите к нам в дискорд сообщества, мы набираем людей на фарм. Требуются персонажи Орды и Альянса на любом американском сервере. Тузы и некоторые рецепты стоят очень дорого, особенно на евросерверах. Например, взгляните на цены евросервера Дренор. Спасибо всем за просмотр, подписывайтесь на канал и на нашу РМТ-базу знаний. Все ссылочки в описании под видео. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин